Блин, красный глаз зажегся, как у Терминатора Добрый день, вечер, утро, как хотите, называйте Уважаемые дамы и господа, зрители видеоканала Планета Дзюдо С вами Владислав Макаров Здравствуйте, я вам Карасев И наши субботне-воскресные размышления о боевых искусствах и разном Сегодня мы обсуждаем такой вот поворот слов Не путать принцип и средства Не менять местами Есть вещи, которые принципиальны, к принципам относятся Есть вещи, которые относятся к средствам Для того, чтобы это обсудить, наверное, сначала нужно понять, что такое принцип Ну, какое-то, взять определение принципа и определение средства И я бы добавил, мы чему учимся это внимательно слушать И слово еще путать Не путать, принцип и средства То есть, три темы, получается Что такое путать, что такое принцип, что такое средство То есть, мы расширяем, вот был же запрос И мы целостно на него сейчас посмотрели бы А они две части разобрали, две трети Да Значит, можно, конечно, залезть по всякие там энциклопедические словари Сейчас там нам рыться, там в Википедии и так далее Где-то принцип Но, как я помню, принцип это некая основа Некий фундамент Вот На чем держится что-то Или кто-то А средства это некие инструменты Которые используются для того, чтобы Ну, достичь каких-то определенных задач или целей Которые ставятся перед собой Путать Слово очень, вообще, интересное Потому что Даже мы можем сейчас в наших размышлениях так запутаться Что в конечном итоге Чай не поможет Да, чай не поможет Вот Ну, в этих наших рассуждениях важно не запутаться Но Мы не хотим В наших рассуждениях По крайней мере я Я не знаю, как Влад Но я не хочу Как-то выдвинуть такую вот Просто непоколебимую мысль Которую нельзя протестовать Вот А просто рассуждаю Потому что это вот Мне так хочется В данный момент Обсудить Слово Принцип Средства И не путать эти понятия По отношению к определенным предметам Вещам Или к каким-то иным Материально-нематериальным Объектам В контексте В контексте Изучения Практики То, что я практикую всю жизнь Практически Да И Владислав Наше искусство Под названием Значит Айкидо 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 Мы добавляем Какие-то еще Искусство Исследуем Вот И конечно Нашей ежедневной жизни Потому что мы Как говорится Мы же живем В социуме Мы не можем из него Отделиться Поэтому даже если мы будем отделяться Все равно вокруг нас будут окружать Какие-то Люди Люди Предметы Которые на нас влияют Которые на нас влияют Вот Поэтому мы вот это вот В этом контексте Все Плаваем Плаваем Владислав Я Но хотелось бы Еще раз поздороваться Да Роман выразит благодарность И тут мы тоже обсуждали чуть-чуть Андрей Рыжакин Пост в фейсбуке выставил Что Ребята Если вы там Практикуете йогу Да И у вас ничего не получается Но вы делаете это Эпизодически И Прям вот Разложил вот эти слова Я даже перепостил это все Что вы не практикуете йогу Вы ее пробуете А Роман пошел еще дальше Говорит Что люди пробуют Жизнь А не живут Не практикуют Поэтому И из-за того Что ты пробуешь Пробовать это Нехорошо Неплохо Как бы Но если мы какие-то понятия подменяем Как бы Но в магазине дают Хотите вот сыр попробовать Ты попробовал И там колбасу Вот И это самое Принцип и средства То есть Что принцип Принцип Зачем его пробовать Принцип Он На то и принцип Что он работает В любых условиях При любых обстоятельствах Правильно? Средства Средства Могут быть Разные Для достижения цели Но мне понравилось Вот автомобиль Ну если просто Ну автомобиль Он может быть Это средство Передвижение Но для Отдельных категорий людей Это цель Ну понимаешь О чем я говорю То есть Они путают Средства С целью То есть Цель автомобиля А для чего Но достигают С помощью Это Другие категории Статус Понты Там Еще что-то Вот Так же единоборство Мы же Должны к ним Постоянно возвращаться То есть Расскажите Что такое Акидо И меня вопрос Этот в тупик Ставит Я могу Конечно Шаблонами Акидо Расшифровывается Путь Любви Там Это самое Все Но Вы Придите Попробуйте А попробовав Практикуйте Ну понравится Никто же Вот сейчас Как делают Тренера Там Первое занятие Бесплатно Я от этого Принципа Отказался Скажу так Вот Ты сейчас Сказал Такое слово Насчет Принцип На первое Занятие Бесплатно От этого Принципа Отказался Еще Такое Понятие Некоторые Говорят Моя Принципиальная Позиция Круто Да Напоминает Здравствуйте Моя Принципиальная Позиция Такова А потом Проходит Какое-то Время Ты Смотришь Этот человек Уже Говорит Совсем Другое Да А принципиальная Позиция Это она Ну как я Говорил Принцип Это Фундаментальность То есть По-другому Можно сказать Фундаментальная Позиция То есть То что Непоколебимо Да Тогда это Была Установка Допустим Да Тогда Моя Иллюзия Да Иллюзия Да Иллюзия Мне очень нравится Слово Я почему Вот Решил Обсудить С Владом И Возможно Как-то Маленькую Искру В наших Уважаемых Слушателей Зажечь А обратное Средство Идет И вот Идет 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 И обсудить Принцип За Средство Или Средство За Принцип Мы Начинаем Искажать Так я Назову Для чего Чтобы Не было Путаницы Не для того Чтобы там Достичь Какой-то цели Просто Качество Жизни Как мне кажется Оно будет Более То есть Наша жизнь Будет более Качественной Вот так Она и так Прекрасна В принципе Ну хороша Жизнь Сама собой Но Если мы Знаем Что Принцип Это вот это А средство Это Вот это А никак Не наоборот Тогда Она будет становиться Качественной Еще лучше То есть Мы сможем Там Выполнять Больше Каких-то Дел Которые будут Минго Приятно Влиять И на нас И на окружающих И так далее А если мы Вот сбутаем И возьмем И скажем Что Ну допустим Какой мы можем Привести пример Я с точки зрения Допустим В контексте Дзюдо Хочу сказать Потому что Я его Практикую Исследую И Эта мысль На меня Как бы Повлияла Потому что Я Как-то Разговаривал С одним человеком Алексеем Горбулевым И он Сказал Что Кана Создатель школы Кадакан Дзюдо Он как раз Таки Пришел К пониманию Того Что Он Сказал Такую фразу Что Дзюдо Это Принцип жизни Он Так Выразил Такую Я Начал Копаться И если Конечно Разложить Взять Иероглифы Дзюдо И сделать Как-то Вот Ты говоришь Пойти Таким Самым Простым Путем А иногда Бывает Самый Простой Путь Самый С виду Да Ну да Он вроде бы Самый Простой Путь Но на самом деле Ты начинаешь Вот он Вот он А потом Ты туда Окунаешься И там такая губина Вот Дзю Мягкость Гибкости Идо Путь То есть мы Дзюдо Это принцип жизни И я стал задумываться А на самом деле Потому что Больше мы обсуждали Все что необходимо Это легко То есть Если мы рождаемся Это вот Легкий такой процесс То есть это вот Мягкость Пути То есть все что нам дается Абсолютно легко Все что нам дается Непринужденно Это и есть Вот этот вот Мягкость Это и есть дзюдо То есть принцип жизни Его на снова Можно по другому Конечно подходить Но сегодня Используют дзюдо Как некий Олимпийский вид спорта И уже Получился переворот Уже дзюдо Как средство Стало Дзюдо Используют как средство Для того Чтобы достижение Результата Там Олимпийского золота Или Пойба за золото Очень нравится Для того Чтобы Ну как бы там Повысить свой Статус В обществе Дзюдо Используют Как-то себя Вот так возвысить И так далее А на самом деле Получается так Хорошо Если дзюдо Это средство Тогда Какой же принцип А я Сказал так Что Путь Он не Вот путь Он не может быть средством Путь Это принцип А средство Это вот допустим Вот тот же автомобиль Который ты говоришь Да Некая технология Которая Ведет тебя По этому пути Теперь Путь То есть Средством Может быть Только искусство То есть То что я могу Создать Или то что я могу Делать Я делаю Некие упражнения Так называемые Дзюдзюцу Допустим Упражнения Которые есть В этих формах Каты И так далее Вот это средство Которое может Может Даже вот теперь Вопрос у меня стоит Средство Приведет меня К принципу Или принцип Первично А потом Средство Не здорово А мне так понравилось Когда некоторые Ну пытаются там Что-то умничать А один такой Говорит Да я не знаю Я не знаю Ответы на этот вопрос Но А я не прошу Что ты ответил Я просто Того разговаривал Да нет А тут я начал Тоже Что мы Что-то не знаем Когда-то Да И есть такой Механизм Можно у кого-то Спросить Да Можно где-то Прочитать Да Можно как Википедия А есть еще Средство Такое На вопросы Что если вопрос Сформулирован Правильно То ответ К тебе придет Или внутреннее Какое-то знание Или вот Что ты будешь Настолько внимательней Что оно Вот оно Здесь Все рядом Как ты говоришь Что нужно То легко Да Да И Этот принцип Что нужно Начинает работать Если люди его применяют Везде То есть допустим Но Опять Но Мы же Практикуем Единоборство Да И мне Вот Тоже Когда Программа такая Есть Мам Для дошкольников Воспитания Маленький ребенок Должен вспотеть Хотя бы раз в сутки Ну то есть На тренировке Ему бесполезно Объяснять Что такое Путь Что такое Это Как тебе Это применить Потому что Допустим Родители заставляют Детей И они со своей Колокольни Видят Что это будет Полезно Правильно А ребенок Не берет Это Допустим И польза Если тренер Очень хороший Пусть он не хочет Там заниматься Ну как бы Ловить его на интерес Но он должен В этот час Спотеть Хотя бы раз И если он Спотел То Произошла польза Хочет он От этого Или не хочет Ну чисто Вот Как инструмент Как средство Вот Ну принцип Принцип Что Малыш Должен Спотеть От нагрузки Тогда Организм Начинает Более Активно Формировать А средство Для этого Может быть Какое Опасное Безопасное Скажем так Средства Могут быть Разные Не берем Малыша А берем Человека Скажем так Но на разных Уровнях Разные Потребности Разные Гормональные Этифоны Что тоже Опять Контекст Мне нравится Слово Что надо Учитывать Если Мы Ездили По тур По югу По городам России И К чему Мы Сваливались Всегда Влад Мы едем Показать А не Научить А если Ты практикуешь Постоянно Что ты Должен Научить Кого-то То У тебя У тебя Это Все Как На Автоматизме И На Детей Мы Смотрели Они Что-то Делали На Автоматизме Приставными Шагами Ну Вот Везде Используется Это Хорошее Упражнение Все Полезно Но Как только Им сказали Ноги Не смыкайте Они Все Равно Делают Приставными Шагами Скачут И Только Единицы Там Которые Услышали И Тяжело 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 Заново Начинают Это Самое Управлять Ногами То есть Нужно Не путать Скажем Так То есть Приехали Вы Что Приехали Мы Приехали Просто Показать А Если Ты Приедешь И Как Ты Людей Научишь Чему Ты Научишь Это Безумие Мастеров Международного Класса Чему Говорить Ну Можно Можно Говорить Если Как Нет Ты Не Не Объяснять Не Объяснять Вот Мне Понравилось Слово Ты Показывай Что Не Объясняешь Человек Который Грамотный Он Сам Поймет А Кто Или У него Должен Появиться Запрос Или По Запросу Да У Него И он Тогда Тебе Скажет Скажите Я хочу Все таки Чтоб Вы Мне Объяснили Чтоб Не Было Путаницы У Меня Чтоб Я Не Запутается Так Я Понял Или Не Так Я На Переговоры Всегда Еще Одного Человека Брал Специально Чтобы Потом Был Переводчик Потому Что Люди Говорят Вообще Одно А Подразумевает Другое То И А Делают Третье И Вот Мне у Троцкого Понравилось Привести Мысли Слова Поступки Чтоб Они Соответствовали Друг Другу Мысли Слова Поступки Это что Это принцип Это такой Принцип Это средство Для Гармоничной Жизни А Гармоничная Жизнь Это принцип Да Она Как Жизнь Жизнь Опять Она Многогранна Она Как Это Ну Хорошо Ну Смотри Давай Немножко Вернемся Вот К принципу Понятию Принципы Ну Принцип Действия Допустим Это У автомобиля Внутренняя Сгорания Почему Но это Фундаментальность Да Только Потому что Есть Вот Такой Принцип Двигатель Начинает Работать И Вырабатывать Некую Энергию Да И мы Раскладываем Что Но Какой Принцип Средство Средство Для Чтобы Вот Этот Принцип Заработал Какое Какое Средство Топлива Различное И И И Определенные Части Механизмы Которые Начинают Тоже Давить Не механизмы А обстановка Да Допустим Ну Обстановка Ну Можно сказать Обстановка Да Ну Форма Значит Получается Так Чтобы Значит Принцип Что Первичный Что Вторичный Да То есть Принцип Это Следствие Использования Средств Да Так Понимаю Ну Под принцип Средств Или нет 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 Я думаю Или ты Сначала Говоришь Что Принцип Дол Вот Двигатель Должен Внутренне В нем Должно Быть Сгорание И он Должен Выработать Некую Энергию Ты Сначала Вот этот Принцип Заложил А потом Ты уже Находишь Средства Которые Дадут Тебе Приведут Тебя Вот К этому Изложенному Принципу Может быть Так Да То есть Первично Все таки А можно Средства Вот Которые Автомобиль Ну Использовать Как Мы там Внутрь Заглядываем Как ты Говоришь В глубину Но бог С ним С автомобилем Мы же Пользователи Мы же Ну нет Что-то Чиним Наверное У меня История Такая Отвлеченная Допустим Надо было Колесо Поменять Вот Я другу Позвал Все Открутил Один болт Остался Ну Говорит Мне пора Ты справишься Я тебе Уже Показал Принцип Ну Так И Можно Когда Там Снимаешь Откручивать Надо В определенном Порядке Чтобы Тяжесть Потом Не Перегибалась То есть Оставить Если ты Нижний Оставишь То Вся Тяжесть Там На него Если Верхний То Вот Один И У меня Все Раз И Колесо Там Болт Заклинило И Вот Я Там Вышибал Его Погнул Все Не Справился Потом Пошел Автомеханикой И Он Потом Вытащил И Говорит Прибегает Такой Смотри Какой Болт Кого-то Бобал Я Говорю Да Это Я Его Таким Сделал Так Вот О чем О единоборствах Что Это Глубина Вот Ну Вот Практика Занятий Ну Настолько Принцип Средства Там То есть И Возвращаемся К МКС То есть Человек Приходит Он Не Понимает Что Какой Принцип Там Действия Как Шаг И Понимание Это Приходит Оно Может Прийти Может Не Прийти Скажем Так А За Какой Период Мы Тоже Можем Сказать Что Вот У меня Как Инсайты Были Там Занимаешься Ты говоришь Во Я Все Понял Потом Начинаешь Еще Дальше Опять Ничего Не Понял Запутался Ну Как Не Путать Опять Запутался Опять Тренируешься На Следующем Уровне Еще Что Ты Понимаешь Более Глубоко На Следующем Еще И Поэтому Там Когда Ученики Там Говорят Ой Я Вы Очень Хорошо Здавали Да Нет Я Там Что Там Я Говорю А Мне Лиднее Ну Понимаешь Как То Есть Ну Оценочно Путь Принцип Средства Запутаться Скажем Так Есть Еще Такое Человеческом Языке Люди Придумали Чтобы Объяснить Какие То Явления Это Все Так Человек Придумал Для Чего Чтобы Объяснить Некоторые Явления Ну То Он Дал Некоторым Явлением Названия То А кто Дал Название Человек Наверное Можно Слова Придумать Раз Зюдо Это Японское Ну Это Японский Язык Который В конце Концов Переводится Объясняется Хотя Тоже Непонятно Как Это Его Объяснили Правильно И про Библию Мне Понравилось Я Вот Только Для Меня Библия Отлично Я Гра На Каком Языке Это Читало На Русском А писалось Она На Каком Языке То есть Ты Уже Интерпретацию Кого-то Воспринимаешь За истину Если Если Так Глобально И Также Айкидо Оно Какое Бывает Оно Бывает Разное Потому Что Тренер В Айкидо Айкидо Меняется Под влиянием Культуры Да У нас Был тренер Который Шестой Дан Падзюдо И Потом Пришел В Айкидо Очень Хороший Тренер Переехал В Швицаре Тренировал Программа Сейчас По ней Работаем Ну Супер И он Трансформировал У него же Пласт Какой Дзюдо Там Сколько-то Много лет Занятий И Перешел Потом В Айкидо И Накладывает А потом У другого Сенсея Тоже Занимались Который Занимался Фехтованием Сначала А потом В Айкидо Перешел И он Объясняет Это Но Есть еще Тренера Которые Занимаются Кратые Потом В Айкидо Перешли И они Тоже Трактуют Чуть-чуть Через Призму Свою А кто-то Просто Чисто Айкидо Занимался Но Тогда Не хватает Какого-то Элемента Вот этой Вот Борьбы Что ты Можешь Бессознательно Ударки Не хватает То есть Все Принцип Триединства По воздуху По мешку И по человеку Вот Где здесь Принцип Принцип Что Должно Соблюдаться Вот это Триединство Скажем так Если Какой-то Элемент Выпадает Ну То Цель Ну А какая Цель Ну Смотри Мы Смотрим Сейчас Видишь Можно же Рассматривать Принцип И средства В разных Моментах Можно В частности И можно В общем В частности Применительному Какому-то Либо Объекту Или вещам Или Или искусству Мы берем Допустим Искусство Вождения Автомобиля И В нем Даем Определенные Принципы И Средства На этом Средстве Надо Ездить Вот Так А можем В глобальном Масштабе И опять Рассматривать Не хватает Он говорит От общего К частному От частного К общему От общего К частному Да Но Все-таки Я Возвращаюсь К моменту Такому Что Ни в коем Случай Для меня По крайней мере Стало Понятно Я об этом Сначала Не задумывался Что не путать Вот эти Вот Слова Или хотя бы Их понимание Что принцип Это принцип Средство Это средство И путаницы Не должно быть Путаница Приведет К тому Что Вплоть до того Что Жизнь Может быть Прекращена Ну Это не от нас Зависит Я думаю Нет Ну Понятно Не от нас Зависит Если Если От нас зависит Я думаю Качество жизни Мы же не знаем Свою срок От нас зависит Качество жизни Правильно Но Срок службы Не от нас Не зависит Но качество жизни Может Влиять На Продолжительность Жизни Я думаю Нет А как А я фаталист Ну Хорошо Ты фаталист Молодец Говорит Что Вы так Убиваетесь Вы так Не убьетесь Да Я молчу Практикую Практикую Принцип Молчания Принцип Молчания Ну Класс Ты в тишину Поймал Поймал Вот эту тишину Мы поймали Тишину Но Наша задача Не ловить Сейчас тишину Мы ее Можем потом В бане Поймать Пойти в парилку Заканчивая Давай подводим Итог Потому что Мы Можем сейчас Вот как говорится В путаницу Вести себя Сами Вот Вполне Что уже Практически Произошло Но Для Для себя Я сейчас Пытаюсь Дальше Исследовать Вот это Явление Так сказать Принципы И средства Не Не путать В любых Областях Деятельности Принципы И средства Во Областях Деятельности Вот так Еще То есть Если я чем-то Занимаюсь Я не должен Спутать Средства И принцип То есть Нет Лучше вот так Вот расскажи В Сергееве Посаде Ты вчера же был Грандиозное мероприятие Да Это может быть В следующий заход Сейчас мы погреемся И ты бы Его рассказал И что ты там увидел Вот свой Ну не просто там Какой-то Пустой размышлений А увидел Что 99% Направлено На спорт Но Увидел Девиз Что Дзюдо Как это Как Дзюдо Больше чем Спорт Больше чем Спорт А 99,9% В периоде Направлено На спорт А где Вот эти сотые Проценты Которые влияют Тем более Если это Больше Больше То есть Ты увидел Несоответствие Что происходит С девизом Да Поэтому Принцип Изложенный Здесь И у тебя Прямо Со средствами Используемые Для достижения Этого принципа Был девиз И как бы И было действие И оно не соответствовало Девизу Ну Нет Оно было Отличное Спортивное Но Быстрее Выше Сильнее Да Это Принцип Это девиз И принцип Да Олимпийского Движения Да Средства Которые Используются Ну Методики Средства Нет Нет Метод Это Это немножко Не то Мы говорим О средствах Средствах Которые Используются Они различны Но Сегодня Опять таки Все равно Не до раскрытия Вот этих Вот Этого Принципа Не до раскрытия То есть Дзюдо Больше Чем Спорт И все То есть Принцип Не раскрыт Происходит Поэтому Путаница Тема Не раскрыт Да Происходит Путаница В средствах Быстрее Выше Сильнее Принцип Не раскрыт Происходит Путаница В средствах Да Желаем Вам не путаться Вернемся Через Не путать Как говорится Еще есть такая Очень смешная Подговорка Мухи отдельно Котлеты отдельно И не путать Не путать И быть убедительными Да Убедительными Почему ты Не сделал Так как я тебя просил Ты был неубедительным Да Мы были Убедительны Надеюсь Мы Просто вот Решили Ну вот Я Влад-то увидел Там где-то Тоже На фейсбуке Вот эту страничку Да Где я там Что-то написал Не путать Принципы Средствами Он говорит Это надо обсудить Ну я приехал Говорю Давай обсудим Вот как Как смогли Как смогли Да Намас Все что получилось Попробуйте Сами Что-то А если хотите Да Поучаствовать Приезжайте Приезжайте Вот Пишите Там Какие-то Свои Интересные Мысли По этому Поводу Вот А можно И связь Всегда Ценна Потому что Ваш Какой-то Да Интересная Мысль Может Нас Вывести На более Ну прозрачное Понимание Происходящего Да С вами был Роман Красив Владислав Макаров Смотрите Планеты Звездов До свидания